Минутка новостей на Стамаги ТВ. Здравствуйте! И начнем с криминальных событий, которые произошли в эти выходные. В воскресенье ночью в Копенгагене в результате стрельбы у синагоги погиб член еврейской общины. Двое полицейских получили ранения. В здании синагоги в тот момент находилось 80 человек. Они принимали участие в религиозной церемонии. Ранее в тот же день в столице Дании произошло нападение на посетителей кафе, где проходила встреча со шведским художником Ларсом Вилксом, известным по карикатурам на пророка Мухаммеда. В результате перестрелки погиб один человек, трое полицейских получили ранения. Власти Дании назвали происшествие терактом. Позже полиция Дании опубликовала сообщение, согласно которому террорист, совершивший два теракта в Копенгагене, это 22-летний уроженец Дании по имени Амар Аль-Хусейн, всего две недели назад освобожденный из тюрьмы. Он был застрелен утром 15 февраля у железнодорожного вокзала при попытке открыть огонь по полицейским. На днях в Азербайджане на пленарном заседании Мили Маджилиса депутат Эльмира Ахундова выступила с инициативой принятия законодательного акта, который бы регламентировал функционирование кладбищ республики, в том числе еврейских. По мнению депутата, кладбище, в первую очередь столицы республики Баку, находится без присмотра, на их территориях скапливается мусор. Как заявил руководитель отделения фонда Стмеги в Азербайджане Семен Ихилов, такой закон безусловно нужен, и евреи Азербайджана поддерживают его разработку и принятие. Благодаря поддержке президента благотворительного фонда Стмеги Германа Захарьяева на еврейских кладбищах республики решена или решается немалая часть этих проблем. Израиль разрабатывает новую программу Алии на 2015 год. Она предусматривает существенное увеличение числа репатриантов из Франции, Бельгии и Украины и предлагает широкий спектр мер по поддержке новых репатриантов из этих стран. Программа включает работу по трем направлениям. Это поддержка Алии, адаптация процессов абсорбции и материальная помощь репатриантам из зоны чрезвычайной ситуации. И напоследок афиша. Завтра в еврейском культурном заведении 180 квадратных метров состоится встреча с президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой. Тема встречи – евреи и неевреи, отношения и взаимоотношения. Начало в 20.00. Также 17 февраля в столичной галерее «Артефакт» пройдет открытие выставки еврейского художника Мардыхая Липкина. По мнению критиков, он был одним из первых еврейских художников в СССР, чье творчество базировалось на библейских мотивах. Многие его картины можно считать своеобразным наглядным пособием для людей, стремящихся больше узнать об Израиле и еврействе. На выставке будет представлено около 20 работ художника, в которых органично соединены традиционные еврейские мотивы и передовые новаторские идеи. На открытии выступят посол Израиля в Москве Дорит Голлендер, президент Российского еврейского конгресса Юрий Канер, региональный директор Сахнут, Бенелицкий, представители КНЕСЭТа и российские общественные деятели. Актуальные курсы валют на мониторе. Хорошего настроения и оставайтесь с нами!